Мы прилетели на остров Фукуок Горы мусороводи Ходится самая длинная канадная дорога в мире Фобо здесь прям очень вкусный Это все южнокореец Такое ощущение, что и никуда не уезжал Скопировали Венецию Ради своего здоровья не хочется вообще есть Привет всем голодными сыты Меня зовут Коля, я живу в Корее Добро пожаловать на мой канал 17 сентября в Корее отмечают большой праздник Чусок И поэтому вся Корея будет отдыхать Включая с выходными днями Аж целых 5 дней И из-за того, что многие отдыхают Везде собираются очень большие очереди Очень сложно отдыхать в таких условиях И поэтому мы решили отдохнуть В этот раз за пределами Кореи Мы прилетели на остров Фукуок Во Вьетнаме Обязательно посмотрите это видео до конца Потому что здесь красивые виды Встречаются на каждом шагу И действительно есть чем восхититься тут Этот райский уголок расположен в Сиамском заливе И может предложить уникальное сочетание природной красоты И культурного наследия Которое очарует любого путешественника Смотрите, какая красота Прямо сейчас мы находимся на пляже Sunset Town К сожалению, мы попали в сезон дождей Здесь почти целыми сутками идут дожди И они начинаются внезапно Идут примерно 5-10 минут Бывают, конечно, и подольше ливни И также внезапно заканчивается И выходит солнышко Сейчас я вам покажу В каком состоянии находится вода В ней сезон Просто горы мусора в воде Чего здесь только нет Да, такое себе зрелище, конечно Для меня до сих пор загадка Почему пляж в таком ужасном состоянии Ведь здесь находятся Одни из основных достопримечательностей Этого острова То есть вот здесь световое шоу Вот так он выглядит днем И сейчас будет Также есть место для поцелуев Правда, там вход не свободный Только в определенное время И вот сколько я замечал Никогда не видел людей там на мосту То есть это мост для инстаграма Для фоточ Потому что девушка встает с одной стороны Парень с другой стороны И они как бы целуются И при этом мост не соединен Мы остановились в юго-западной части острова В Sunset Town Создатели этого города Были вдохновлены итальянской архитектурой И прогулка по его улицам Совмещает ощущение пребывания в Европе А местные жители гордо утверждают Что здесь самые потрясающие закаты Во всем Вьетнаме Отсюда и название закатного города Ну а если честно Мы еще ни разу не попадали на закаты Потому что во время закатов Солнца не было Как поется песня Здесь даже солнце не видно Здесь не фиг ловить нам Несмотря на то, что это туристический остров Все туристы находятся Либо в центре Либо на западе острова А здесь в юго-западной части Практически днем никого не встретишь Только редкие такси И работяги, которые собственно и строят здесь здания Также здесь находится Самая длинная канадная дорога в мире Которая соединяет остров Укок с другим небольшим И на том острове есть даже аквапарк Поэтому если вдруг вы захотите отдохнуть в аквапарке То у вас еще будет представиться возможность прокатиться на самые длинные канадные дороги Ребят, для вас у меня есть небольшое объявление Почти все уже знают, что помимо того, что я снимаю на YouTube канал ролики из Южной Кореи И всякие взаимодействия с местными жителями Я еще занимаюсь экспортом автомобилей из Южной Кореи Мы с командой быстро подберем вам нужные автомобили Исходя из вашего бюджета и критерий Сделаем в общем все красиво, все как я умею Также мы можем выкупать машины непроходных годов Это условно машина 22 года И буквально через несколько месяцев она уже будет проходная И специально, чтобы защитить ее от пыли, грязи, дождей и так далее Мы покупаем под каждую машину вот такие чехлы защитные Если вы тоже планируете выгодно купить автомобиль из Южной Кореи То ищите ссылку на телеграм в описании под этим роликом Ну у всей этой красоты есть и свои недостатки Из-за того, что город до конца не достроен и не сдан в эксплуатацию Все здания пустуют Процентов 5 из всего вот этого только хоть как-то более-менее функционирует Но и то из-за того, что здесь нет высокой конкуренции Цены там, конечно, на порядок выше, чем в центре острова Двоякое ощущение Вроде бы все так красиво Сюда туристы из разных стран должны стекаться А потом немножко поразмыслив, понимаешь, что если туристы хотят увидеть Европу Они поедут в Европу, а во Вьенам приезжают именно за вьетнамским колоритом Но уж никак не за европейским Хотя здесь очень красиво Возможно, через 5, может 10 лет Здесь, конечно, будет кипеть жизнь Будут здесь вьетнамцы разъезжать, не соблюдая правила дорожного движения Выйдут торгаши со своими макешницами Будут здесь продавать уличную вьетнамскую еду Будет здесь кайфово, одним словом Надеюсь, в следующий раз, когда мы сюда приедем Здесь мы увидим именно такую картинку А то, знаете, вроде бы, конечно, без людей хорошо Но когда их вообще нет, становится как-то тревожно Все-таки человек – существо социальное И нас тянет к людям Субтитры создавал DimaTorzok Перед тем, как отправиться в город Таксист нас завез на фабрику По добыванию и производству жемчуга Интересное место, конечно Но, опять-таки, это все сделано ради того Чтобы туристы здесь что-нибудь купили И увезли с собой сувениры Вот так здесь Магазины представлены на втором этаже А на первом была непосредственно фабрика Очень интересно для общего развития Но покупать, естественно, мы здесь ничего не будем Мы просто наблюдаем Мы уже приехали в центр И первым же делом пришли в вьетнамский ресторан Попробовать тут традиционный суп фобо Здесь, кстати, он дешевле, потому что в южной части Он стоит как минимум в 2, а то и в 3 раза дороже, чем здесь И вообще фобо это блюдо, которое вьетнамцы едят каждое утро Не знаю, как им это не надоело еще И здесь, кстати, очень сложно найти нормальные хлебобулочные изделия Только в больших магазинах они продаются В маленьких возле дома их нет Ладно, давайте попробуем Фобо здесь прям очень вкусный Наваристый бульон В меру соленый И имеет свои специи Очень прикольно Здесь также чувствуется черный перец Пробуем рисовую лапшу Лапша вкусная И мясо Тоже неплохое Здесь оно без жилок Потому что в другом ресторане, который в нашем районе мы пробовали Там принесли почему-то мясо с жилками, что есть невозможно А здесь с этим получше Но, знаете, честно, если откровенно говорить Мне нравится фобо, который готовит в Москве Там он более вкусный, скажем Также я заказал теплый салат Кстати, в Москве, когда мы были пару месяцев назад Очень не понравился Поэтому я захотел его попробовать здесь Не знаю, это тот же салат или не тот Но по виду, мне кажется, отличается Потому что там была лапша Прям горячее мясо И был еще какой-то ореховый соус Нет, на самом деле Это совсем другой салат Потому что тот, который мы пробовали в Москве с орешками Был намного вкуснее Здесь просто мясо, нарезанный лук, проростки в редьке, немного майонезного соуса и свирач по бокам Также все посыпано сверху кунжутным семенем Вот это должно быть, наверное, получше Вот так выглядит Мясо тоже нарезано тонкими ломтиками С овощами Из овощей у нас паприка Лук крепчатый Ну и все, в принципе А, и морковь еще есть Берем всю ту же рисовую лапшу Вместе с мясом с овощами и пробуем Ну это уже, знаете, как паназиатская кухня Как вог Чувствуется вот этот дымок Который придает особый вкус любому блюду Вот это вкусно Даже лучше, чем фобо Странные чувства у меня во Вьетнаме Вроде бы мы питаемся нормально Кушаем вьетнамскую традиционную кухню Фобо, разные жареные рисы С морепродуктами, с мясом, с курицей и так далее Но здесь нету чувства насыщенности То есть поел и через час уже хочется опять есть При том, что мы не отдыхаем активным образом То есть мы там не бегаем, не прыгаем, не купаемся Просто поели, пошли прогулялись по набережной с малышом И уже хочется есть Ну и плюс я заметил, что здесь фобо готовят дольше, чем в Москве В Москве заказал, бац, там до 5 минут тебе уже отдают Не только фобо, но и жареные ребра Какое-то мясо могут с овощами до 5 минут отдать А здесь фобо нужно ждать минимум 10 минут Казалось бы, здесь они должны наоборот быстрее отдавать Так как это у них должно быть на потоке Но по факту мы видим, что система отдачи Готового блюда вьетнамского в Москве настроена лучше Мы отдыхаем тут во время празднования большого праздника в Корее Чусок На котором собирается вся семья В родительском доме проводят обряд чеса Дарят друг другу подарки, играют в традиционные игры И весело проводят время Но много корейцев, которые так же, как и мы Во время праздника прилетели сюда на Фукуок Даже когда мы были в самолете У нас была полная посадка Самолет был забит под завязку И вообще здесь тут очень много отдыхающих южнокорейцев Оказывается по статистике 42% из всех туристов, которые приезжают на этот остров Это как раз таки южнокорейцы Здесь есть спа-салоны Там, где написано все на корейском Есть парикмахерские Есть магазины, даже галереи И даже фастфудная лотерия тоже здесь присутствует По улицам здесь в основном гуляют только южнокорейцы Если это вьетнамцы, то их сразу можно определить по следующим деталям в одежде У них либо маски в дождливую погоду Плюс они все здесь одеты в спецформу То есть если у них черная футболка То обязательно будет какой-то логотип на футболке А также вот здесь сезон дождей на данный момент Все южнокорейцы ходят с зонтами А вьетнамцы нет Вьетнамцы специально одевают такие дождевики Прозрачные типа пакетов на все тело Ну и плюс сейчас мы с вами отправимся в продуктовый магазин Где вы тоже увидите корейские продукты Вот допустим вот прямо перед вами Это все южнокореец Я думал, хоть сюда во Вьетнам убежим от них Но нет получается Тут их даже вот на больших микроавтобусов привозят сюда Такое ощущение, что и никуда не уезжал Вроде бы Вьетнам, но по речи, которую здесь слышишь везде Это Южная Корея Где-то, знаете, похоже на прибрежный какой-нибудь город Небольшой С одной главной центральной улицы И получается, когда ты выходишь за пределы этой улицы Там уже глубокая, глухая деревня И здесь то же самое Это самый большой магазин, поэтому все приезжают именно сюда И здесь, когда ты идешь в продуктовый магазин У них своя особенность Они в рюкзаке Все замки обязывают хомутом Даже если напитки у вас будут какие-то открытые Они эти напитки тоже хомутом обтянут Мой корейский друг был прав Сейчас время уже совсем другое И мало кто едет в деревню на большой праздник Потому что они все здесь, в Фукоке Хотя нет, это не только Фукок Потому что когда мы улетали Там параллельно тоже были стойки регистрации Которые оформляли южнокорейцев в другие вьетнамские города И я скажу вам так Что везде было очень много очередей А значит, большая часть южнокорейцев поехала за новыми впечатлениями Жалко, конечно, что мой корейский друг не отправился вместе с нами Мне кажется, ему здесь тоже понравилось Потому что он бы оказался здесь среди своих Стоило отъехать за 5 километров от столицы Как сразу мы встречаем коров, которые свободно гуляют по дороге Мы здесь заехали в какую-то деревню Вокруг пальмы Да, здесь я замечаю, что очень-очень много пальм И они бывают разных видов Бывают маленькие, а бывают очень высокие Бывают с кокосами, бывают без Музыка Они сюда едут за райским уголком, так называемым. Мы сегодня приехали на пляж Хем, который славится своим белоснежным песком, также комфортным входом в воду. И вода комфортная, по ощущениям, 25-26 градусов. Единственное, конечно, для красивой картинки, здесь не хватает солнца, но при этом это не мешает нам здесь отдыхать. Здесь, помимо того, что можно поплескаться в морской воде, можно еще прокатнуться на яхте, это, конечно, уже дорогое удовольствие. Также можно на гидроциклах, на катерах или взять в аренду каяки и на них поплавать, что и делают, собственно, южные корейцы вон там. В этом ролике, наверное, очень много будет сказано про корейцев, потому что здесь, куда ни пойдешь, везде они. Мы все той же Южной Кореи. Возможно, это че-джи-до? Хотя да, это говорят вьетнамские. Кстати, здесь, смотрите, какой прикольный вид. Вокруг всей береговой линии посажены пальмы, что придает особую атмосферу для этого места. Также наши детишки здесь играются с песком, и им здесь нравится. Че, пойдемте купаться? Чтобы вы понимали пологость этого пляжа. Мужичок как на 30 метров от берега отошел, а ему там только по пояс. Для детей самый кайф здесь. Поехали. И вот мы ждем. Спасибо. А сейчас я вам покажу еще одно интересное место на острове Фуко, которое находится в северо-западной части острова. И это место славится тем, что здесь вся инфраструктура, архитектура, все напоминает о Европе. А точнее, они здесь скопировали Венецию, то есть здесь также плавают гондолы. По-моему, за 200 тысяч вьетнамских донгов с человека можно покататься, сделать круг. Место, я вам скажу, очень атмосферное, потому что наш город, где мы жили в Санцеттаун, там даже по вечерам не было так многолюдно, как здесь. А здесь все-таки гуляешь и чувствуешь, знаете, такое праздничное настроение. Даже вот, посмотрите, вот. Обычно все в комментариях пишут, что у Виктории там каменное лицо. Ну, да и у Леры такое же лицо, но просто поймите, ребят, мы все люди, и мы же не можем 24 часа улыбаться. То есть я знаю, что есть, ну, что в основном все блогеры, они как включается камера, сразу улыбаются. Но нет, мы такие, какие есть. В общем, ребят, если вы приедете сюда, и у вас вдруг болит плечо, ноги, руки, тело и так далее, то вам лучше никуда из номера не выходить, потому что вас здесь просто так не оставят в покое. То есть мы здесь гуляем, и здесь эти массажные салоны находятся на каждом шагу. Здесь есть у них прайс-листы, которые на английском, на корейском, а также на вьетнамском и китайском. Они, знаете, умеют, честно говоря, продавать, потому что Виктория уже пару раз здесь получала массаж. Но единственное, ей не понравилось, что в Турции все-таки массаж делают получше. Знаете, ребят, что я хотел здесь отметить? Вроде они построили такую красоту для того, чтобы сюда приезжали туристы, и местные жители отдыхали здесь со своими семьями. Но единственный и основной минус, они вот такую поставили здесь цепочку, и ты просто с малышом здесь не проедешь. Нужно поднимать коляску. Ребят, сейчас произошла такая ситуация, ко мне подбегает маленький корячонок и спрашивает на корейском, где тут можно выбросить мусор. Ну, так как я здесь тоже не был, пока я осматривался, он уже как бы убежал. Неважно, какой я в душе, русский, там, не знаю, узбек и так далее, но по виду я корейцы, поэтому ко мне прибегают и тоже узнают своего во мне. Я, конечно, знал, что у нас будут проблемы с выбором еды, потому что здесь вокруг морские воды, и, естественно, будут продавать в основном везде морепродукты. Но не думал, что настолько, куда бы ты ни пошел, в каком бы месте города ты ни находился бы, везде 90%, может, 95% это морепродукты. А вот где-нибудь поесть, там, не знаю, фобо или там салати какие-нибудь, паназиатскую лапшу с овощами здесь очень сложно найти. Все продают, только морепродукты. Поэтому корейцам здесь не нравится, потому что они сами по себе любят морепродукты. И здесь, ну, если сравнивать с Кореей, конечно, все-таки будет подешевле. Хотя я бы не сказал, что здесь цены прям очень сильно дешевые на морепродукты. Допустим, мы заказали Лере креветочки. Размер, да, королевский, они очень большие. Но за 500 грамм мы заплатим, сколько там выходит это, 450 тысяч донгов? 20 долларов почти, да? Недешево, согласись. Лапшу, когда мы заказываем, как второе блюдо, нам всегда приносят вот такую лапшу, ну, которая идет на Роллтон. Салатик, который мы ели в Москве вместе с мясом, лапшой, ростками сои и орешками, здесь мы куда бы ни пошли, этого салатика нету. Возможно, его просто нет, и в Москве это уже выдумали, такой салатик. И плюс фобо, где бы я ни пробовал, не тот вкус, не тот вкус. В Москве все равно повкуснее готовят. Неважно, то это будет вьетнамский ресторан, то просто где-нибудь на фудкорте, там однозначно вкуснее. Это та же лапша, которая идет действительно на Роллтон. Просто она обжарена с разной зеленью, бок-чой, цветная капуста, лук, репчатый морковь, морковь как на морковь чу сделаем, морковь по-корейски, и тонкие ломтики мяса. Вкусно. Просто для меня удивительно, почему они используют именно вот эту лапшу, они обычные. Также заказали вот такой салатик с листом салата, айсберг. Там внизу еще помидоры, и сверху майонез. Ничего необычного. И внизу еще присутствует нотка кислинки. Они туда добавили какой-нибудь малоградусный уксус. Не, ребят, честное слово, я давал морепродуктам несколько шансов, но это все равно не мое. Даже на гриле, и даже с сыром это совсем не то. Ну да, с сыром вкусно, потому что там есть сыр, а вот сам вкус морепродуктов мне не нравится. Вот мясо, это, конечно, совсем другое дело. Кстати, возможно, я вам, конечно, не открою что-то новое, но кроксы делаются во Вьетнаме, и поэтому здесь можно купить эти кроксы как минимум в 2-3 раза дешевле, в зависимости от модели и от района, где вы их будете покупать. Я вначале хотел посмотреть, а где же наши кроксы, которые у нас на ногах были сделаны. И представляете, там у нас 3 модели разные, у Леры тоже написано Made in Vietnam, и у меня тоже, хотя свои я покупал еще давным-давно в России. У Вики там уже не написано, где они были произведены. И так как мы находимся в самом туристическом месте этого острова, здесь, конечно, если вы купите кроксы, то сэкономите всего лишь 2 раза. А если поедете в места, где меньше туристов, то там можно и до 3-4 раз сэкономить, в зависимости от модели, еще раз повторяюсь. Кстати, как вам шоу понравилось? Он идет в 9.30 и заканчивается там в 10.00. Называется Краски Венеции. Да, удивительно, когда ты приезжаешь во Вьетнам и видишь здесь Венецию. Хотя изначально просто приехал посмотреть на Вьетнам и его колорит. Ну, пожалуй, на вот таком красивом фоне я буду заканчивать этот ролик и подводить какие-то итоги по нашему отдыху. В общем, мы здесь провели 9 дней и 7 ночей и несмотря на то, что мы попали в сезон дождей, моим членам семьи этот отдых понравился, потому что цел меняем, мы плескались в бассейнах, где-то в море на пляже. Понравилось все за исключением погоды, но погоду мы изначально знали, что она будет такой, и еды. Еда немножко разочаровала, конечно. Я думал, что вот здесь, как говорил мой корейский друг, если ты хочешь попробовать именно национальную кухню Вьетнама, то ты должен ехать во Вьетнам. Но оказалось по факту, что еда вьетнамская в Москве вкуснее, и там она быстрее подается, лучше оформляется, и по ценам плюс-минус одинаково. Если не считать вот эти стихийные забегаловки, где полная антисанитария, и там, честно говоря, ради своего здоровья не хочется вообще есть. Если кто-то из вас вдруг планирует отдых на Фукуок, то я вам советую приезжать в сезон. Сезон начинается с ноября и, по-моему, до марта. Знаете почему? Потому что солнечная погода напрямую влияет на ваш отдых, в том числе и на коррекцию ваших планов. Изначально у нас было очень много планов, мы хотели съездить на пляж с морскими звездами, но в такую погоду, если поехать на пляж, то звездой будете только вы, а сами морские звезды, они будут где-то в глубине моря. Также мы хотели поехать на весь день в парк развлечений Бимпелл, там помимо парка аттракционов есть сафари, есть океанариум, но так как это находится на открытом пространстве, естественно, мы с семьей из-за дождей не смогли поехать, тем более у нас еще и коляска добавилась. Плюс мы хотели подавить с Лерочкой, но тоже не получилось из-за погоды. Здесь, знаете, такая погода вот в сезон дождей, может ливень начаться в любую секунду и также внезапно он может закончиться. И бывают они, когда там пару минут лед, дождь сильный, а потом как бы выходит солнышко на мгновение и также быстро уходит. В общем, погода совершенно непредсказуемая, поэтому мы прям в моменте могли менять планы. А если вы приедете в сезон, то такого у вас не будет. Вы можете целый день наслаждаться прекрасной погодой и кайфануть от пляжа. Если в хорошую солнечную погоду поехать на пляж Хэм, то вы действительно попадете в райский уголок. Там офигенные виды, офигенный пляж и комфортный для отдыха с маленькими детьми. Также, если приедете на Фукок, обязательно посетите закатный город Санцеттаун с яркими световыми музыкальными шоу и фейерверками. И не забудьте про Grand World. Там тоже очень эффектное шоу с гондолами. И там вообще очень много не только таких, но и каких-то маленьких стихийных представлений. Там же можно и получить массаж. Мы вчера сделали массаж, там за троих отдали всего лишь 550 тысяч донгов. При этом массаж мы получили как ног, так и плеч на протяжении всего часа. И самое интересное, даже малышу понравилось, пока мы получали массаж, он все это время игрался с массажистами. Ну так, визуально, на расстоянии. И, пожалуй, на этой прекрасной ноте будем заканчивать это видео. Спасибо, что посмотрели его до конца. Спасибо за то, что вы активничаете на моем канале, ставите большие пальчики вверх, пишите комментарии, а также подписывайтесь на мои соцсети, которые есть в описании под этим видео. Ну и на этом все. Увидимся в Корее.